Две недели чемпионата мира позади. В Сочи продолжается большой футбольный праздник. И организаторы, и болельщики со всего мира отмечают, что Сочи прекрасно готов к мундиалю. Мнение гостей разделяет и глава города Анатолий Пахомов. Мэр доволен курортом с точки зрения санитарного состояния и благоустройства. Мы достаточно хорошо сегодня выглядим на чемпионате мира по футболу. Все находим взаимопонимание, взаимодействие. Желательно, чтобы так мы работали и по другим направлениям. Действительно, говоря о чистоте благоустройства города, мы можем заявить, что все городские территории у нас в замечательном состоянии. Но такой похвалы пока не заслуживают некоторые дворы. Анатолий Пахомов еще раз подчеркивает, придомовые территории – это зона ответственности управляющих компаний и жильцов. Вкладывать деньги из местного бюджета в благоустройство частных территорий город просто не имеет права. Поэтому привести в порядок дворы должны сами жители. В противном случае за несоблюдение санитарных правил им грозят штрафы. Какая-то непонятная волна. Вот у нас, я где-то не появляюсь, мне кричат, зайдите в мой двор. Я говорю, зачем? Там грязно. Я говорю, кто должен быть? Если я зайду, я должен позвать управление административного контроля, которое будет вас штрафовать за то, что вы нарушаете санитарный порядок. Жители же считают, что нет, это глава города должен обеспечить, чтобы в их дворе кто-то убрал. Они все в основном купили квартиры или стали собственниками этих квартир. А раз они стали собственниками этих квартир, то они обязаны содержать свое жилье и свой двор в надлежащем виде. Это требование действующего законодательства и правил благоустройства. Зашла на планерке речь и о дорожной обстановке. В частности, об экскурсионных автобусах, которые паркуются на улице Конституции возле Ривьерского моста. И парковку, и стоянку знаки здесь запрещают. А еще большие автобусы создают заторы на этом и без того загруженном участке. Сегодня на планерном совещании у главы города Сочи было дано поручение убрать автобусы, которые возят экскурсии и сейчас стоят по улице Конституции. И определить место стоянки – это Северный мол. Свободнее станет и на Южном молу аквапарку, который принадлежит компании «Солидус», придется открыть выход к морю. Земельный участок подводный комплекс был предоставлен в 2005 году. Тогда земля находилась в федеральной собственности. Арендатор без каких-либо разрешений закрыл проход к морю и перестроил душевые туалеты под магазины. При этом проектная площадь 74 квадратных метров под павильоны возросла до 500. Так аквапарк превратился в торговую галерею. Вопрос двинулся с мертвой точки после того, как эта земля по требованию города в 2016 году перешла в муниципальную собственность. Администрация прошла 8 судов для того, чтобы в итоге было вынесено решение расторгнуть договор аренды и обязать арендатора привезти самовольно перепланированные сооружения в первоначальный вид, открыть проход к воде там, где его сейчас нет. Сейчас решение суда удовлетворило просьбу администрации города. И мы дали срок, чтобы «Солидус» смог тех, кто у них арендует, перевезти на другие места и демонтировать данный объект. Таким образом, еще часть нашего пляжа будет открыта. И это наша большая победа. Победа сочинцев. Говорили на планерке и о состоянии пляжей. Сезон в разгаре, но некоторые до сих пор не закончили работы по благоустройству. Анатолий Пахомов напомнил, что с такими арендаторами договоры будут расторгать досрочно и выписывать штрафы за невыполнение обязательных для любой береговой полосы требований. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.